Это замечательная книга. Я думаю на том, сколько это было работы, потому что ведь эти все стихи, их надо было собрать из разных книг, из разных изданий, из разных издательств. Это была очень кропотливая работа, и я очень ценю то, что она сделана. Для меня очень значительная часть того, что здесь опубликовано, по-моему, я этого никогда не видел, и сейчас вообще не помню, какие-то вещи я помню. Но то, что это все собрано, это действительно была проведена замечательная, очень важная работа, и я очень это ценю. Прежде всего я хочу приветствовать и поблагодарить всех, кто пришел на эту презентацию, этой замечательной книги в Бостоне, в университете. И меня всегда это очень трогает. Уже прошло столько лет, а люди моего отца помнят и любят. Это очень трогательно. И я хочу поблагодарить составителя этой замечательной книги. Это замечательная работа. Я ее держу, с большим удовольствием читаю Александр Зарецкий и Юра Ефремов, с которым мы уже не виделись сто лет. Я боюсь, что это уже почти не преувеличение. Васю Емельянову, к сожалению, уже нельзя поприветствовать, можно только о нем помнить. И большое вам спасибо. И постараюсь сказать несколько слов о переводах моего отца, насколько я помню. Это было давно, я был ребенком, но все-таки кое-что я все-таки еще помню. Опять же я хочу подчеркнуть, что это было очень много лет назад, и я был ребенком. Мы приехали сюда, мне еще не было 14 лет. Но деятельность его как переводчика я помню хорошо. Этого было много. Он этим очень много занимался. Он занимался разными вещами. Но вот переводы – это постоянная была тема. Я уже точно не помню по рассказам, по его рассказам тогда или по дальнейшему. По-моему, он тогда даже мне рассказывал, что он был профессиональным переводчиком. Он ходил, посещал семинар по искусству перевода. И на этом семинаре он был учеником людей, которые действительно… Он был их учеником не только на этом семинаре. Это его были любимые друзья и люди, которым он преклонялся. Это Самойлов и Мария Петровых. И они были его учителями в прямом смысле этого слова. И он много лет занимался этими переводами. Когда он преподавал в школе, уже после того, как он не преподавал, это было одним из постоянных занятий. Из поэтов, которых он переводил, я больше всего помню испанцев. Лорко, прежде всего, Эрнандеса. То есть он об этом говорил, он советовался. Я уже не так отчетливо помню подробности, но я помню, что вот слово Лорко Эрнандеса мне читал вещи, рассказывал мне, рассказывал про Лорко, про его трагический расстрел, что франкистское правительство потом извинилось, сказало, что это была ошибка. И по поводу Эрнандеса не было ошибкой. Он действительно был их враг, и они его приговорили к смерти. Потом он умер в заключении, был помилован, умер в заключении. Эту историю я помню с его слов. И он занимался, по-моему, испанской поэзией. Мне так кажется, это было одно из главных направлений. Потом это было связано еще с тем, что Толя Гелеско, тоже близкий друг и учитель, тоже был, по-моему, он был большим... Насколько я понимаю, это была именно его специальность, именно испанская поэзия, больше, чем какая-либо другая. Насколько я помню, он в какой-то мере знал испанский. Нельзя сказать, что он владел языком, но он что-то знал. Он как-то... он его учил, он не был очень... Способности особой к иностранным языкам у него не было. Я думаю, что русский язык и русская литература так его наполняли, что не осталось места для иностранных языков. Но испанский он учил в какой-то мере, и испанскую поэзию он любил. Работал он с подсрочниками. И это описано очень подробно, как он... Гелеско это описывает, как он, конечно, недовольствовался только этим переводом, но обходил людей и советовался, и просил у них подробнейших объяснений по поводу характера стиха, по поводу ритери, значения слов, значения выражений по поводу всей стихии поэтической. И я даже, по-моему, я помню даже эти подсрочники, как они выглядели, что они были расписаны с артическими комментариями, со всякими иероглифами вокруг. Я должен сказать, что когда я читаю эту книгу сейчас, то стихи Лорки все... Там есть несколько стихотворений Лорки, я все и помню. Каждый из них я помню. И часть Эрнониса. Просто он... Так много я от него это слышал, он их читал, говорил в процессе перевода и после перевода. Я думаю, что Лорка был его самым любимым поэтом из тех, которых он переводил. Мне так кажется. В всяком случае, все его переводы Лорки мне были знакомы, и значительная часть его переводов Эрнандеса. Были и другие вещи. Был Верлен, очень много занимался. Два стихотворения Верлена здесь было. Это значительные вещи. И наваждение вот это стихотворение Верлена, о котором Гелескул пишет, что при нем он родил эту строчку, последнюю строчку стихотворения. Он Гелескул описывает, многие это описывают, насколько долго и мучительно, но я думаю, мучительно в положительном смысле этого слова. Он переводил, отшлифовывал эти вещи, возвращался к ним, был недоволен, и он был большим перфекционистом. Он все хотел довести до совершенства. И вот Анатолий Гелескул вспоминает, что на каком-то вокзале, на каком-то перроне они ждут поезда, и вдруг мой отец произнес эту последнюю строчку «Поднимайтесь, свиньи». «Поднимайтесь, свиньи» – это окрик тюремщика, тюремное стихотворение, написанное с точки зрения заключенных. И вот наваждение – это то, что они думают и видят ночью, и окончается окриком тюремщика «Поднимайтесь, свиньи». Он говорит, что он долго колебался, как перевести этот окрик, и в конце концов он остановился на этом. Я помню, что последнее слово было не «свиньи», а «каналье». То есть это предыдущий вариант, это просто забавно, что я помню, вот в процессе этих самых своих раздумий и поисков он перешел к «каналье», мне кажется, что «каналье» не хуже, чем свиньи, если это окрик тюремщика, ну не знаю, я не решаюсь, это, по-моему, бельгийская тюрьма, я думаю, что, может быть, в российской тюрьме это ни то, ни другое, так или иначе, это поэтический перевод, вот это говорит о том, насколько для него каждое слово было важным. И это я помню уже, вот таких конкретных слов я не помню, но вот что он мог над словом с этим бороться, думать, и в конце концов, пока он не пришел к последнему варианту, он не останавливался. Я хочу вот процитировать Саню Даниэлю то, что он пишет, это, по-моему, очень точно выражает то, что мне помнится. Ну, его отношение с издательствами, я не знаю, это он рассказывает, но мне это кажется очень убедительным, потому что я помню сам процесс работы. Александр Даниэль, Саня Даниэль пишет, у Икапсона с поэтическим переводом всегда было проблемой то, что он никогда не мог выдержать сроков издательских. Он всегда опаздывал с сдачей работ не потому, что он не работал, а потому, что он работал чудовищно тщательно, чудовищно требовательно к себе. Он не мог сдать работу, если чувствовал, что он чего-то не дотянул. Вот это я точно так и помню. Черт хотел сказать, спросите у Гелескула, но уже не спросишь у Гелескула, увы. Вот мне помнится, вот эти вещи мне хорошо помнятся. Помнится мне Верлен, помнится Готье, этот ужин доспехов Мицкевича. Это послание к русским друзьям. Это его счеты с его друзьями и в каком смысле ответ на пушкинское клеветникам России. Это я тоже хорошо помню. Тут, конечно, эти гражданские подтексты. Но вообще это как бы... Гелескул пишет правильно, что вообще его стихи... Многие пишут, говорят, что его стихи... Русская поэзия была его стихи. Но поэтом он не был. Хотя есть, он написал какие-то вещи Ахматовой, понравилось стихотворение, которое он написал про Ахматову. Но в основном его литературный талант, именно поэтический, хотя он поэзию любил больше всего на свете, по-моему. Он, в общем, больше любого другого вида литературы. Но он не был поэтом по каким-то загадочным причинам. Вот его поэтический талант вылился именно в это, в перевод. И он к этому относился очень ответственно, очень трепетно, с большой любовью. И посвятил этому много сил и часть своей души. Субтитры сделал DimaTorzok